здравствуйте дорогие друзья меня зовут евгений петров и сегодня я рад приветствовать вас всех на новом канале замечательной академии или университета сан гейтс на канале сан гейтс города краснодар я буду ваш соведущий на ближайшее время вы на этом канале и буду с удовольствием отвечать на ваши вопросы и передавать все ваши вопросы нашим гостям и нашим преподавателям университета сан гейтс сегодня я хотел бы представить на этом канале первого гостя и по совместительству основателя фаундера университета сан гейт майкла мелихова мы зададим сегодня майклу несколько вопросов и спросим о целях университета сан гейтс и том чего сан гейтс уже успел достичь к настоящему моменту майкл здравствуйте добрый день добрый день дорогие друзья добрый день евгений ну я хотел бы принести некоторую правку поскольку ты не соведущий а ты просто ведущий и будем говорить главный хозяин канала который называется сан гейтс учи по-русски это называется франшиза вот я изучил это слово франчайз по-моему и у нас это уже канал я хочу сказать дорогие друзья мы ведем трансляцию одновременно на в контактах поэтому слышно будет только меня а я буду повторять евгений твои вопросы для просто наши зрители которые в контакте это видят и у нас вот как-то странно и удивительно и этим обоснованно вообще-то говоря открытие именно краснодар городов много в мире тем более великой россии очень много это и собственно сам я родился в россии но в чикаго я проживаю более обстоятельств уже 28 чем-то лет ну и выбор краснодара именно краснодара канала не случайно поскольку как-то так получилось довольно много контактов у меня находится именно в краснодаре преподаватели нашего университета познания личности ольга григорьева дети живут в краснодаре вот совсем в скором будущем она туда поедет на какое-то время поэтому очень рад тому что у нас география расширяется и география наших центров расширяется с ангей чикаго это главный у нас так будем говорить офис ну а вот эти виртуальные центры и youtube каналы это отделение но и смысл всего как и было задумано для центра сангей и youtube канала на самом деле ведь канал youtube канал это что это просто средства массовой информации или визуальная картинка я ради этого свое время ушел с очень многих станций которых я был хозяин ну не хозяином а хост я вел эти программы на русскоязычных станциях живого радио в чикаго ради того чтобы быть ближе и чтобы видеть и меня чтобы видели они просто по радио для непонятно кто чё слушает сколько людей для как будто это рассказываешь кому это интересно не вопросов ничего нет поэтому это очень сегодня актуально и и внутри вот этой аудитории нашего общения есть университет познания личности так я назвал это университет потому что самое главное наше предназначение знать вообще-то говоря кто мы есть и для какой цели мы сюда пришли на эту землю и в этом университете сегодня есть преподаватели очень серьезные уникальные опускал преподаватели и эти преподаватели дают совершенно уникальные знания на курсах часто ну процентов наверное 80 если не больше у нас открытые программы где мы общаемся с преподавателями в живую и это видят слушатели если ему интересно они приходят нам на курсы и они там обучаются получая знания но и судя по отзывам ну нету даже одного человека который бы сказал что ему или ей этого не понравилось бы ну вот примерно так но с открытием центра виртуального центра отделения нашего центра youtube краснодар полагаю так что хозяин этого виртуального центра евгений петров если бы он не был человеком в своем роде уникальным а у нас других нету вот но по себя молчу скромно вот но наверное бы не было тогда открытие потому что очень и очень строго допустим с точки зрения психологии астрономерология к этим вопросам подхожу кто мог бы быть ведущим на таком канале кто мог бы взять на себя ответственность за очень и очень серьезная вещь поскольку информация которая должна исходить она должна соответствовать действительности и люди они должны соответствовать тоже этой информации это не просто взял прочитал в интернете об этом рассказал не это то что находится внутри нас это что нас соединяет с высшим уровнем ну если не говорится о большинстве то хотя бы с уровнем информации тоже называется макрокосм вот и только такие люди у нас находятся в центре это не случайные люди и действительно серьезные специалисты поэтому я очень рад я не нашему сотрудничеству майкл спасибо большое за добрые слова свою очередь сложно оставаться обычным человеком начиная общаться с вами действительно чувствуется большой поток знаний и большой энергетический потенциал который по моему мнению меняет каждого независимо от того получает ли это человек информацию через youtube канал или при через какой-либо другой канал связи ну может быть при непосредственном общении я хотел бы задать вам несколько вопросов если вы не против именно касающихся университета для того чтобы наши зрители больше понимали то есть что это такое и как вот знаете на физическом плане университет ведет свою деятельность именно о целях примерно цели какие все-таки преследуются в открытии канала и вообще для чего это все надо правильно да и небольшую историю наверное как все начиналось и что сподвигло и собственно немного развитий чего начиналось и что сподвигло но так мне лично повезло поскольку западного большим учлением диктует свое и получив образование в советском союзе большим и в соединенных штатах это все западный образ но мне было интересно и в какой-то один момент я получил информацию о том что на востоке вот там на востоке действительно на востоке там где находится в частности индия сейчас пока говорю про индию там что-то происходит и что-то интересное происходит и какие-то очень интересные вещи и когда мне об этом рассказали конечно изначально просто это было любопытство и я поехал первый раз это было 12 с лишним лет назад я туда поехал и начал получать совершенно удивительную информацию то есть мы легко судим о чем-то или о ком-то не имея ни малейшего представления на самом деле что это такое или каков это человек всего лишь по отзыву существует закон исходящей информации входящей информации знаете была такая игра назывался на испорченный телефон когда все становились так в круг и один на ухо другому шептал что такое этот должен был передать следующему то что он услышал и когда эта информация возвращалась к исходнику она была совсем удивлена удивление другой то есть просто другой информации поэтому воспринимаем мы информацию с уровня того как мы сами к этому относимся и не более того что самое интересное почему доказано это не просто игра об этом доказано психологи это доказать об этом я говорю на и программах много раз и вот для того чтобы воспринять ту информацию которая находится в том месте для этого желательно там находиться там побывать и стать членом этого общества или стать членом энергетические попытаться стать вот одними из них на ту сторону это очень сложно сделать но у меня получилось поскольку я себе медитировал на том что я приеду туда вообще ничего не знаю хотя достаточно образование у меня хватало я приехал я полностью воспринимал то что они мы говорили вопрос не в том согласен я или не согласен а я просто это брал и все совершенно безотносительно того согласен я или не согласен если я был не согласен я бы ничего не по стихе не узнал что удивительно всего лишь это пару месяцев назад я получил подтверждение когда одна ясновидящая в другой стране меня с ней познакомили и она потом анализировала там некоторые момент она анализировала скажем мою биографию и она мне знала совершенно удивительно вопрос которому я был готов но она мне спросила майкл что с вами произошло 12 лет тому назад обычно когда такие вопросы тем более речь идет там скажем астрологи там ясновидящие начинаешь лихорадочно искать своей биографии вот чем был 12 лет назад но я точно знаю что еще такого особенного не было но то есть близкие там какие-то не было вот я был готов и я сказал 12 лет назад я первый раз поехал в индию это мне сказала такую вещь на говорит майкл вы переродились на то есть вот так полностью 360 градусов в чем самое интересное я это знал почему я приехал вместо появляются какие-то но не то что видения но какие-то мысли которые я был абсолютно убежден что так надо делать я не мог это объяснить это очень тяжело объяснить словами материальными и так далее как что почему и я вопреки очень-очень многим моим друзьям и близким я стал делать вещи совершенно не нелогичные с их точки зрения они были нет просто нелогичные они были совершенно противоречивые тому чего они как они это понимали вот у меня появилось видение о том что должен я хочу сделать университет поверьте никогда этим не занимался никогда у меня мысли таких не было я могу сказать что выросли в семье атеиста вообще-то говоря мой отец просто не признает этого не верят после меня хоть поток понимаете я умру и там какие там карма какие там инкарнации о чем идет речь когда-то носили знаете значки которые дедушка ленин вот он своим внукам рассказывал какой я помню этот момент когда он садил их там маленькими и он говорил дедушка ленин так что они спрашивают деда что там у тебя задачу он рассказывает гордостью а вот то есть а потом все поменялось и пришло видение того что есть информация которая очень и очень почему-то скрыта но первое на лицо чтобы скрыто она не воспринимается просто есть информация но она проскакивает на эти мимо едем поезде мимо там пейзажи проскочили проскочили взгляд не останется не монотонно идут 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 мы на них не стали свой взгляд и вот у меня стали появляться какие-то мысли какие-то идеи которые были совершенно как бы на первый взгляд нелогичные как я уже говорил я как бы жил в соединенных штатах как бы я должен на английском языке а вдруг я иду на русскоязычное пространство в мире вообще никто и никак не знает просто не не один человек но я считал что так надо и не потому что скажем там почему на русском языке но вот мне так казалось и я в этом убедился потому что американцы они люди какие это я просто очень хороший аналитик я могу анализировать совершенно беспрестрачно совсем в другой точке вот где-то там находящийся то есть замечательный закон отдавая мы получаем отдаваем и получаем никак по-другому только отдаваем и получаем даем добро получим добро даем зло получим зло вот американцы это понимает только тут в чем дело они все это переведены рельсы бизнеса и ну в основном я не говорю что все то есть начали инвестмент потом идут профи закон выполняется верно начальный мы отдаем инвестирует время деньги потом получаем но это все очень и очень скажем так монетизировано вот мне это не было по душе на каком-то моменте хотя это очень хорошо там я разбирался я разбираюсь вот но я решил это делать по-другому вот таким образом появился канал почему потому что студенты они же не не возьмутся вот с неба там ни с того ни сего кто там знает и такой майкл ты же понимаешь а не кто-то или что такое центр сангейс но есть о чем мало других центров то полно но это вот подтверждение которым везло вот это типа ясновидящие она подтвердила то что когда-то 2,5 года тому назад елена смирнова одна из преподавателей нашего университета в новой зеландии она сказала удивительную вещь чем я конечно но не то что не согласен но мне непонятно момент было почему она так считать хотя принципе чувствовал и понимал она стала майкловских центров в мире не существует я спросил почему в мире но соединенных штатах но слишком я предметно конкретно это понимал ну как многие ведут передачи многие там блогеры сегодня называется что такое блогер мне там говорят тоже мне блогер майкл я никогда им не было не собираюсь им быть хотя в этом разбираюсь я никогда не хотел и не собираюсь быть журналистом брать интервью я беру интервью она звучит как интервью но я собеседник точно такой же я точно точно тоже в этом разбираюсь но мне хотелось бы найти так сказать истину правильно вот и как человек думает на каком уровне он думает тело дух душа до тела ум душа body mind spirit мы триада и как это объяснить и надо начинать с нуля с правильно они сверху вот мы верим мы верим еще и поехали монастырь или пещеру и будем там сидеть но мы не решили наши земные проблемы наши задачи мы не решили то есть мы что сами для себя но тогда мы уехали пещеру и сидим нет вопросов есть такие люди для каких-то целей но вот мне так сверху допустим будем говорить сказали о том что я еще не готов уехать морально да но тогда я буду сам по себе и тогда ту информацию которую я владею это информация которая владеет очень многие наши преподаватели она не будет востребована вот еще кто-то должен это все как бы объединять вот я взял на себя функцию объединять я условно говоря ну формально до организатор формально это президент но я переносчик переносчик информации извозчик вот есть информация где-то вот я соединяю людей которые хотели бы ее получить нет проблем если человек не готов нет проблем если он не согласен если там много противоречия как напишет очень неоднозначно у нас напишет ну конечно не однозначно потому что не однозначно для кого для того человека который пишет неоднозначно а для другого ведь это однозначно где-то где тот критерий общности целостности его нет сегодня когда-то все знали это так и все по-другому быть не может то есть не было негатива вообще было время на земле не было негатива все только в позитиве жить вот удивительное время было представлять на земле она была вот я на востоке это так сказать ну нашел вот этот ответ на вопрос который я искал ну и вот таким образом она все происходит вот я многословно но я по моему ответил на вашу ничего майкл на самом деле очень интересный развернутый ответ хотя мне кажется это даже меньше одного процента всего того что вы могли нам рассказать про индию на самом деле крайне интересная тема но вот в контексте текущих событий как раз таки очень многих в россии и я наших будущих зрителей и которые будут смотреть это видео в записи интересует один важный момент и задать его вам как жителю страны за океаном я просто не задать его простите не могу я скажите пожалуйста вот сейчас очень я хочу просто вы скажете да перескажите зрителям контакте и потом я продолжал потому что я то слышу еще раз повторюсь наши зрители на вконтакте не слышат то есть евгений говорит но это примерно и другие другие только для вас ну вот наверное менее одного процента майкл вы рассказали того что вы могли бы рассказать если коротко так ну наверное да конечно это очень мало но сегодня у нас программа будет посвящена открытию канала youtube канала сангейс краснодар поэтому мы должны укладываться в какие-то рамки но вот вопрос как жителю соединенных штатов который он сейчас мне задаст я перескажу его хотелось бы задать все уже что происходит правильно да все верно майкл и все верно и в контексте того что сейчас очень многие жители россии активно следят за новостями соединенных штатов и они не касаются в частности политики а вот некой такой теневой стороны в частности борьбы президента трампа с некими другими силами которые ну вы знаете делают очень нехорошие вещи с детьми вот адринохром идет вот это не знаю каким образом туда можно прикрепить рептилоидов и вот хилари клинтон якобы относится вот к этой темной элиты можно назвать вот так скажите пожалуйста вот именно на чувственном уровне потому что все наши зрители я непосредственно ощущаю что чувственный уровень у вас развит очень хорошо находясь там вы ощущаете эту борьбу или все-таки ну мы воспринимаем это со средств массовой информации которым относится как вы сказали также youtube я конечно для нас информация немножко смешанная мы ее не можем прочувствовать полностью что вы больше ощущаете на чувственном уровне ваши ощущения уровне чем да ну я именно с точки зрения это не то что я пересказываю что говорят нас по телевизору если честно я телевизор не смотрю вообще новость вообще никак я бывает узнаю о многих вещах от вас в частности от коронавируса я узнал вот константина стефанского какое-то время назад хотя он уже как бы шел в китае правда вот поэтому только на чувственном уровне как я это ощущаю дело в том что я так сказать переродившись так вот на той территории где много раз бывало и прошел я воспринимаю информацию как я считаю все таки с другого уровня хотя эта информация конечно подтверждается или опровергается той информации которая нас через средства массовой информации но в основном еще раз я просто люблю сравнивать что-то с чем-то дело в том что я жил в времена советского союза когда было то что называлось период холодной войны где была пропаганда пропаганда да то есть полностью все улучшение железный занавес старшее поколение это знаю ну и тогда это был у них на западе как будто где восток то есть у них на западе получается советский союз это был на востоке но на востоке советский союз не был собственно и соединенный штат я уже много раз говорю это непонятное разделение восток это дело тонкая как мы знаем да вот восток это там где китай индия вот это это восток считается ориент ориентом правильно восток сторона света на востоке понимать это совсем это очень серьезная информация которая мы путаем совершенно так вот сегодня я живу здесь где когда-то я не был возможности как бы знать о том что происходит здесь сегодня здесь для меня но я общаюсь я помню те времена и я общаюсь с людьми сегодня мы общаемся друзья с вами которые проживают по-прежнему на территории россии часть советского союза когда-то она была большая часть разумеется и поэтому я в теме да то что происходит сейчас я в теме то то что происходит сейчас судя по комментариям по отзывам как люди на это реагируют и что пишется и что говорится с этих динамиков по-прежнему могу вам сразу сказать идет пропаганда только сегодня она гораздо более обостренена его часа потому что на самом деле происходит но допустим дональд трамп допустим билл гейт допустим хиллари клинтона то что задают вопросы в день ну как всегда существует две силы и материальном нашем мире материальные наших телах эти две силы постоянно будут бороться нас нету вариантов чтобы этого на себе не испытывать то есть как и я значок тот самый восточный это именно единственная борьба противоположностей единство и борьба заметь мы повторяем это все как лозунг но почему единство и борьба почему не почему идет и то есть две совершенно различные вещи единства это и дет она борьба это борьба почему они вместе среди на действие борьба от а почему а потому что здесь глубокий смысл есть я собственно говоря уж простите но вот мои академические специальности будущих профессором львовского стартоперегического университета это философия психолог поэтому я с этой точки зрения беру я рассуждаю именно с этой точки зрения то есть скрытые причины ведь философии того что все то что мы сегодня а мы сегодня забыли про и начало откуда все вышло вышло из философии думать на понимаете но думать надо не этим местом и думать надо этим место а у нас сегодня отсутствует почти у всех возможно думать этим местом мы думаем совсем другим местом простите да значительно ниже дадумай вот этим первыми там несколькими чакрами вы думаете да вот а если так включаем вот это место так это только лишь интеллектуальная информация но не знания да нет находится не здесь есть понятие ум и разум я подхожу конкретно вот опять начинается размазня развозня но это очень важные вещи так вот вот это вот событие которое у нас происходит на они происходят на фоне очень серьезных внутри политических и внешнеполитических отношений и на это есть определенное событие я не хотел выдаваться глубоко и в деталях сколько это будет моя отдельная программа она будет ну как обычно там довольно долго будет идти поэтому достаточно коротко разыгрывается сегодня карта соединенных штатов почему очень просто элементарно просто но об этом никто не думает не бывает одного инь или одного я не бывает такого бывает и и я бывает мужчина и женщина бывает мужская энергия и женская энергия у всех до единого хоть мужчин хоть и женщин о чем идет речь история древняя история показа помните вот эти вот гипергорейская цивилизация и мурийская цивилизация дровидийская цивилизация когда гибнет одна сила время только matter of time момент времени когда и вторая сила погибли советский союз и соединенные штаты это были две супер державы советский союз развалился как держава но разбили на части соединенные штаты вопрос времени и все хлопали в ладоши и кого в чем и те и другие как бы одна сила американцы там устранили угрозу допустим угрозы никогда не было но сейчас хотят видеть угрозу почему а надо противопоставить это это закон такое постоянная войны постоянное сражение за власть что самое интересное кто будет первым будет геемоном поэтому погибли цивилизации поэтому погибла цивилизация они захотели стать богами и а план это было высочайшее развитое невероятно но не захотели стать богами и мало было того что они знали они хотят быть выше мать и вот сегодня развалился советский союз и соединенные штаты должны развалиться и это закон этот цикл теперь вдаваться в эту цикличность который я уже неоднократно говорил я тоже не буду поскольку это будет долго но цикличность она должна то есть цикл должен завершиться и сегодня завершение цикла нашим переходного периода золотой эре он и говорит разрушение старого и новое новое то есть в том виде в котором она есть сегодня она не работает и не имеет значения не трамп не клинтон хиллрей не имеет значения билл гейтс или дэвид айк я специально слушал я об этом может сделать отдельную программу специально слушал дэвид айк но не в русском переводе я владея английским языком поэтому мне было интересно слушать оригинал потому что все переводы это всего лишь интерпретация того что сказано причем как правило кто-то вносит свое поэтому библия много раз переписывалась я уже говорил тоже будет отдельная программа переводчик известный знаменитый переводчик библии 350 несанкционированных изменений внес в эту библию он переводил без того чтобы переводить так как она есть он решил перевести так как он считает на он перевел огромный труд его там праздную 30 июля празднует тень но он внес изменения а чего делать нельзя как священное писание можно изменить какая разница то есть чтобы вести такие короче говоря все то что происходит сейчас она происходит с определенной целью эта цель деструктивная то есть человек рождается человек зреет человек на складе дня человек угасает человек умирает переходные периоды когда-нибудь закончится наше вот лето наступившие до наступит осень угасание потом наступит зима убедание полная верно и мы опять попадать то самое и сейчас и с этим поэтому рано или поздно но должно быть закончен этот цикл и вот к этому все ведется идет раздрайв идет раздоры все и кто прав кто виноват а какое-то имеет значение расскажите как нам это помогает вот зачем мы об этом все время говорим мы просто говорим это болтовня вот и все но поговорили обсудили завтра будет это и все ух как классно все свершилось астрологи предсказатели все показывают прекрасно действительно совершилось действительно не надо летать а самолет упал ух ты какой крутой он предсказал поделись и и дальше что да будет землетрясение дальше что будет что-нибудь уедет вот сегодня ему скажем вы землетрясение кто-нибудь хоть как-нибудь уехал из калифорнии где собирается пред но предполагается будет очень и очень серьезные катаклизмы до предсказаний много вот первую часть я делал кто хочет может посмотреть первая часть это соединенные штаты там скажем комитет южная и северная корея китай и япония вот это все страны и будет происходить очень не очень серьезные вещи поэтому я могу это очень глубоко анализировать и действительно рассказать но вопрос для чего нам это надо как мы от этого будем выживать как мы будем скажем спасаться от этой пандемии которой нету вот чтобы что не говорили ведь мы считаем только то что мы читаем многие из нас считывает оттуда хотя сегодня полно у нас спасли контактеры это получила оттуда с косяки тот сориона получил у нас все сегодня откуда что-то получает люди уже просто не знаю все крутые может действительно получают я не знаю мне это же не интересует мы получили вот это получили это то есть на сегодняшний день никто ничего не предпринимает для того чтобы изменить свое собственное мышление только и всего почему то люди не хотят менять а очень просто если мы не хотим заболеть мы не заболеет но как только мы начинаем говорить о коронавирусе к примеру или о рептилоидов мы на тонком плане связываемся с рептилоидами таки да но берем мы их они это были высоко цивилизованное развитие развитая нация это у нас сегодня в нашем понимании действительно это очень негативных то есть ли такое у каждого и светлая страна и темная у каждого из нас она есть но какую мы захотим сторону брать какую энергию мы хотим брать к сожалению как только мы думаем о вот этих негативные это негативная вещь мы же думаем о них не а позитивно ох как я люблю вот эту змею ядовитую гадюку о как я люблю эту ковру у нас нет такого правила мы их боимся и маски эти носим вот наборники вот и все остальное мы боимся и вот мы берем а то очень мы боимся мы получаем и шансов если у нас нету внутри это стамина выносливости если у нас этого нету то нам будет очень тяжело и будет создаваться предпосылки для того чтобы люди уходили с физического плана что не есть плохо кстати потому что они у них урок они переродятся и так далее я слушал дэвида айка который как раз таки и говорил об этом что самое интересное он как раз таки говорил и он говорит это с вообще нет такого понятия но я даже смотрел то не на youtube я смотрел на английском англичане вот мне сказали майкл как вы не знаете дэвида айка простите не знал у нас поступил запросе стало как бы послушал кое-что не до конца но мне уже было понятно о чем он говорит я в принципе да с этим согласен действительно это есть но там очень и очень скрытые причины еще раз жене я прошу прощения дорогие друзья о том что это длинно возможно но очень много это я как ты правильно говоришь не сказал еще там 90 процентов у нас майкл презентационное сегодня видео поэтому мы будем ограничиваться но в свою очередь я могу заметить и думаю многие согласятся что широта вашего видения действительно как бы глобально и очень масштабно и ведь действительно как вы правильно сказали вдаваться в эти мелочи не имеет никакого смысла потому что глобально то есть действительно идет процесс циклический связи с тем что вы сказали у меня есть для вас два вопроса которые я считаю будут немаловажными и с вашего позволения я задам их сразу они будут короткими первое это касается как раз таки перерождение обучение в этом мире вот сети нет нет и все чаще и чаще ну наверное понятно для какой цели для определенного запугивания людей получения той же самой негативной энергии но появляется информация что существует рептилоиды или какие-то другие это не будем называть их именами ловцы душ которые в свою очередь не дают переродиться которые в свою очередь нет тибетской книга мертвых простите это немножко другое и которые якобы ловят души не дают им переродиться и на каком-то другом уровне их держит вот по этому вопросу я хочу все таки чтобы не было длинных пауз что нас слушают да поэтому я частично озвучу то есть евгений говорит о том что ну да понятно что у нас презентационное такое открытие это не программа она спонтанная видите да вот только вот буквально вот перед началом я включил это камеру и так далее поэтому презентационное соответственно это очень немного хотя по времени это уже занимает 35 минут но вопрос такой что сейчас я не его до конца озвучит вопрос такой что происходит действительно мышление и перерождение и ловцы душ которая ловит наши душ я правильно да да все верно и якобы они на уровне определенном ловят их и питаются энергией душ то есть держит энергия батарейки это вопрос не не дают переродиться да вот что вы знаете об этом или ваше мнение вот по этому вопросу я знаю что вы можете ответить на любой вопрос именно потому что вы можете чувствительно с чувственного уровня ответить на это почему есть люди которые с одной стороны хотят чтобы мы отдали свою душу им в пользование и почему люди не могут переродиться именно с точки зрения души а мы же наша главная инстанция все же душа и почему мы не можем переродиться именно с целью эволюционного развития потому что пока находясь материальном мире мы пока даже не и близко не души мои души дар теоретические но мы тела и функционируемым максимум на уровне каком-то ментальном и сверхчувствительном за пределами пяти органов чувств максимум что мы можем делать это те люди которые называются парапсихологами которые может являются могут не являться но вот об этом только идет речь то есть здесь есть два момента первый момент это наша предрасположенность к именно к этим энергия то есть какие больше люди предрасположены к получению вот такой информации но во первых которые живут в негативе реагируют на информацию я просто читаю комментарии поэтому я вижу что за бред вы несете типа но это мягкий такой ответ их немного но они есть что за бред вы несете ну во первых откуда узнать что это бред это не соответствует вашей вашему пониманию вы где-то по-другому где-то учились но наверное то правильно то есть человек и вот это человек неважно в каком он теле находится мужском или женском женское тело гораздо больше предрасположена вот этим раздраживая негативным эмоциям почему она все-таки воспроизводит до тебя подобных женщин вот поэтому эти люди находятся под влиянием каких-то кармических скажем породу есть такое понятие карма рода и вот эта душа уже свое дело сделала и теперь облеченная в тело и теперь она получает реакцию она не воспринимает это душа информацию которые даются с целью то есть она видит во всем негативные вещи негативную сторону есть очень простая методика но мне нравится поставить слайд чего ты пишешь еще зачем ты подвергаешь себя опасности еще больше навлекать на себя это то есть тебя тут спрашивают но тяж не спрашивают верно твоего мнения тебя вольная воля прийти послушать мне понравится понравится но не по теме то ведь есть скажите ответим на вопрос а почему считаете так вот вы сказали это почему вы считаете нет что за бред вы несете ну то есть это почему вот это есть зомпирование нас и сегодня чем дальше тем больше как только мы произносим слово коронавирус то наверное 90 с лишним процентов людей они уже в себя впускают негативную информацию и боязнь его получить причем это делается с определенной целью то есть еще раз повторяю цикл должен завершиться это вот оттуда все идет вопрос наш и это очень сложный вопрос как мы на это дело будем реагировать как мы с этим будем справляться нами всеми способами это совет надо защититься от этой информации коронавирус коронавирус вот тут не видно вот зрительно только на ютюбе может видно вот сидит я точнее сижу с аватаром будда я много раз об этом говорю но нельзя вас не видимо это не видно закрыта тем более моим именем вот аватар будда это вот чего все началось началось на вот в этом цикле в котором мы проживаем о том что уже известно кто приходил и кто будет приходить в порядке поступления у нас приходили будто у нас приходил иисус христос в иисус христос это будет отдельная программа что его это мы так называем как будто имя и фамилия майкл миликов иисус христ простите за такое вот рядом поставил но это не фамилия христос вообще-то говорят это все по-другому но не важно будда иисус христос дальше господь читали махапрабу это в соответствии с физическими знаниями которые не являются религия не является индусской какой-то там мифологии это просто знание ну и должен прийти об этом тоже многие знают калки аватар который победить всех этих демонов потому что будет очень тяжелая ситуация это будет очень нескоро через четыреста двадцать пять-семь тысяч лет вот но вот сегодня все это известно и вот среди нас нас живущих на земле существует огромное количество неупокойных душ и мы их практически ничего не знаем без деталей и откуда они взялись мы будем говорить вот о чем о том что это будем их называть одним словом привидения это не только приведение а вот я уже знаю людей которые сейчас готовы возразить на эту тему но еще раз сказал в общем и целом вот на примерно лет 30 назад сейчас значительно больше участились огромные очень много случаев самоубийство суицид вот и других каких-то событий которые люди вдруг разбиваются участились вот это аварии и так далее вот лет 30 назад и было примерно 7000 на 1 живущего на землю представляете на 7000 на 1 живущего то есть они не упокоены что они хотят они хотят найти место чтобы упокоиться успокоиться они же бесплотные вкусовые ощущения остались правильно они не могут покурить как этом фильме там назывался призрак по-русски вот они не могут поесть да они не могут выпить кто хотят выпить понимаете они видят себя ощущает но не могут они не тела и вот они хотят какими-то способами в нас попасть и любой негатив любые какие-то интоксикации любое какое-то злоупотребление любая капля даже этого алкоголя она к сожалению делает дырки в нашем тонком теле вот но и туда проникает вот эти вот лярмы там и другие и так далее вот проникает эти и они функционируют как бы сами по себе и человек мы же видим человека который вдруг жил-жил вдруг начинает подряд все крушите там убивать насиловать и так далее вдруг не стало ни сего ну какая причина с маму сошел мне он не сошел с ума в него внедрились эти сущности и если мы будем так себя вести то мы подвергаем себя опасности вот они чего делают они ведут свою тонкую тонкую работу отравляя весь организм вот и все и ситуация которая сегодня в мире это которая происходит то есть цикл должен завершиться еще раз повторяю и вот эти там коллайдеры допустим да вот открывается двери в мир потусторонний открывается двери в мир этих низших существ вот этих рептилоидов но рептилоидов в каком смысле нету они действительно есть нации там там вы не представляете есть описание махарлока это называется вот там живут то что мы называем но они не рептилоиды не надо это высоко цивилизованное общество которое там вот они ушли туда потому что создали такие ситуации а мы берем и называемых вот так вот так то есть мы их унижаем своего рода понимаете а понятно что как бы мы этого не понимаем и они не такие но речь идет о других речь идет о тех существах которые есть и поэтому тот самый дэвид ай он говорил совсем о других вещах и о том что происходит вот этот тестинг сейчас нету вообще никаких средств это невозможно вычислить сегодня нету чтобы отделить коронавирусов полно было но вот этот кого-то найти да это коронавирус который специфический его отделить от других сегодня не удается а то что позитив представляете он приводит это дает айка не я он приводит пример 99 и одна десятая процента в италии который говорит смертность смертность от коронавируса 99 и одна десятая процента в италии это люди состоящие на учете в госпиталях они имеют уже специальные кондиции больных людей если взять онкологического больного его протестировать то будет он болен как тима комит он будет то есть опять же ай говорит то есть кох который открыл вот этот туберкулез он говорил совсем о других вещах то есть так как ну на тот момент это было понятно да суперкулезная палочка и так далее вот и другие там он сделал открытие неважно но это все если взять тестировать то есть это наш генетический материал genetic material это говорит еще раз да я витаю то есть у нас в генах что такое гены то есть у нас уже там есть это все если сейчас взять какие-то любые эти самые почему тогда от них не умирает сто процентов 90 процентов 80 слава богу в россии очень маленький процент но потому что нет вот умирают только те которые но которым мы будем так говорить положено хотя трудно сказать вот такое слово что такое положено никто не хочет умирать ну значит а чего в этом плохого кстати вот ну чего плохого но он переродился и потом опять родиться так что мы что вечное что нет мы не вечны и не будем никогда короче говоря очень это все неоднозначно если это все развивать то я бы то ли могу далеко уйти поэтому и денег достаточно мне кажется да майкл еще раз благодарю вас за ответ хотел только в подтверждение ваших слов про алкоголь и про подселяющиеся в тонкое тело лярв добавить что изучая эту тему я тоже удивлялся сначала потом пришел к тому же выводу потому что многие совершая преступления или плохие поступки в алкогольном опьянении большинстве случаев потом говорят это был не я и действительно вот несмотря на то что это сейчас может казаться сказочно это фактически даже вот во всех новостях то есть это прям прямым текстом они говорят это не я я не мог вот что собственно только подтверждает эти слова да вот евгений сейчас говорит о чем о том что он тоже занимался этим вопросом и действительно есть очень и очень много подтверждений тех людей кто-то подселение это было после интоксикации различных и которые говорили о том что это был не я они когда приходят в чувство вот они говорят это не я но и как это трактовать расскажите так что не я не ты так чуть и не наказывал а почему это происходит они просто так они в тебя вселяются никто не потому что ты пьешь и не потому что ты там куришь это самое не они вселяются потому что у тебя есть предрасположенность к этому значит где-то когда ты что-то такое сделал и сегодня ты получаешь реализацию того что было сделано иными словами называется карма майкл у нас подходит время эфира запланированное и я хотел бы задать еще один вам короткий вопрос касающийся циклов и с вашего позволения этот пробный эфир первый наш сангейт краснодар мы будем завершать так вот я хотел вас уточнить касаемо циклов вы долгое время прожили в индии знаете индуистскую культуру очень хорошо скажите пожалуйста калиюга закончилась или еще продолжается нет я не долго жил я был там несколько раз вот но я какое-то время там действительно проводил но главное не это это было очень насыщенно это были действительно не туристские тропы и я действительно там получил возможность чувствовать энергии поскольку там по земле ступали не только люди будем так говорить там ступали большие существа я находился в этих краях вот и по поводу циклов действительно ли закончилась калиюга формально нет еще раз очень коротко один раз в 430 миллиардов то есть 4 миллиарда 320 миллионов лет мы умножаем на тысячу и умножаем еще на 60 вот один и единожды вот такой огромный промежуток времени на земле создается ситуации когда калиюга внутри калиюги которая длится 432 тысячи лет следующая два пара юга перед этим которая была 800 64 тысячи лет 1296 1728 вот это все вот один миллион тысяча один миллион то есть сайте юга длится один миллион семьсот восемь тысяч лет но соответственно все меньше так вот если сегодня мы живем в возрасте ну что нет это очень редко когда мы живем 100 лет в основном ну 78 но будем считать для округления 100 лет и два метра будем считать рост хотя два метра тоже мало у кого есть сегодня так вот каждая предыдущая юга мы должны умножить на 10 количество проживаемых лет и количество наш рост и так далее и наши способности поэтому в библии сказано сколько лет жил ну по тысячу лет очень многие жили но и вот моисеев умер группу который последний там был умер глубоким стариком возрасте 120 лет а до этого люди восемьсот девятьсот тысяч но и там а до этого а этого нет потому что то этого нет с точки информации а до этого трата юге люди жили можете представить не тысячи лет а десять тысяч лет я рост их был не 20 метров скелета находится 18 метров до сих пор никто не понимает откуда и как вот и собеседника не слышно геннадий три раза или четыре сказал я же перевожу вопрос когда я говорю меня слышно собеседника не слышно поэтому я перевожу вопрос чего же напишется так вот кстати югу люди жили сто тысяч лет это их было продолжить на жизни на земле самое интересное земле я не говорю про те планеты там значительно больше и рост их был ну перемножьте да вот очень большой ну поэтому оттуда пошли кулливера и лилипут мы возьмем так сказать величину то во сколько раз она больше лилипут и кулливера больше чем лилипут да мы знаем да вот и вот один раз вот сегодня мы живем такую пору когда мы идем в обратном порядке то есть внутри большого цикла кали-юги который закончится через 427 тысяч лет мы сейчас уже перешли искали и мы идем в сайте югу это будет эпоха золотого вкрапления тех кто не не помнит или не смотрели другие программы которая будет продолжаться 10 тысяч лет и то есть описание это было ни один не единожды это было много раз потому что мы существуем гораздо большее количество лет любой из нас и мы 10 тысяч лет это будет вот это вот калью эпоха золотого вкрапления начало переходного периода было 500 лет назад 500 лет назад с появлением вот здесь такой город есть такой храм самый большой храм в мире джаганат фапурии и вот там находился высшее существо которое дало будем так говорить начало вот этому циклу внутри вот этого большого цикла поэтому каждая эпоха каждый этот цикл сопровождается когда он меняется сопровождается катаклизмами вот глобальное разрушение материальной вселенной частичная правда произойдет через 427 тысяч лет 5000 лет прошло а вот мелкие циклы это будет мелкий катаклизм относительно мелкий но для многих из нас это будет серьезный катаклизм то есть вся земля под воду не уйдет ящеры бегать пока не будут вот населять землю кроме них никого не останется нет мы останемся но население земли разумеется в этих катаклизмов будет гибнуть люди разумеется должно сократиться еще раз по прогнозам вот поэтому примерно где-то через может быть фактически примерно лет через сто шестьдесят пять через сто семьдесят где-то мы окажемся уже в другой эпохи и тогда же технически или астрономически наступит а столько астрономически не астрологически потому что откуда у нас точка отсчета что началась эра водолея 2000 года а почему не 2020 но что такое 20 лет в рамках 2000 лет это же мало правильно поэтому технически мы там еще астрономически мы там еще не находимся и тогда уже будет более конкретно мы подходим и разумение у нас есть и поэтому я всегда говорил дорогие друзья я физически честное слово зоны я физически ощущаю огромную массу людей сегодня сегодня предпосылки мы же движемся за время хорошее то есть эти люди живут в очень серьезно позитиве более того я могу сказать как человек родившийся в россии я могу сказать о том что до будущего действительно но пока еще нет пока еще не время будущее до за россии то самое интересное там уже это было потому что визитическое общество жила на территории россии жила понимаете столица была хастинапур хастинапур это из двух слов и это белый слой переводится да это было в индии где сегодня находится идти индии тогда еще близко не было вот ну вот там жила но мы мы люди ведающие жили здесь поэтому представляете и это я узнаю после того как я поехал в индию провел и не один и два и не три и четыре раза и я теперь понимаю почему то я теперь говорю не на английском языке хотя у меня есть точно такой же канал на английском языке из офис находится только на английском языке естественно почему же я все же говорю на русском языке а именно поэтому я этого тогда предположить сегодня могу это объяснить не то что они мог я-то знал объяснить они сегодня могу объяснить а почему потому что мы идем с со светлыми намерениями и с людьми которые будут вести нас действительно светлое будем говорить высокопарно светлое будущее я не просто в это верю я это знаю поэтому вот эта масса людей огромная масса людей которая хотела бы эту информацию воспринимать она просто не знает где она находится но единственно что я могу сказать я те кто знает меня не наверно понимает я занимался и очень даже неплохо и бизнесом и всем основным я ушел от этого вообще-то говоря потому что черти делать нечего что я что-то а мы все как-то стали очень и очень меркантильными мы за все хотим зарплату получать вот если у нас нету так мы считаем это вот на вас какая-то но мышь к этому в общем-то ручку приложили поэтому я буду очень рад волонтерам которые будут приходить к нам и которая будет помогать из принципа отдавая мы получаем я очень рад евгения нашему сотрудничеству потому что я знаю что ты как раз таки из этих позиций могу сказать те кто не знаю о том что евгения был проект и вот я надеюсь он сейчас осуществится когда люди очень неординарные они направляют энергию для помощи какому-то отдельному человеку или больному человеку или больному ребенку вот и к сожалению он не смог осуществиться этот проект евгений петров и инициатор этого проекта почему а очень просто а кого волнует простите чужое горе к сожалению сегодня а вот если нас волновало это если мы культивировали себе то что называется не жалость а добросердечие вот эту благодарность за то что мы вообще-то говоря здесь живем находимся имеем возможность дышать кто-нибудь думает о чем а кто нам дал тот воздух который мы дышим и так далее блага природы которую мы разрушаем на вот и вот если появятся эти люди то я найти ну я не надеюсь я знаю вопрос времени когда вот сегодня создались такие предпосылки когда у нас центр открывается этот канал где мы гораздо большем масштабе сможем помогать вот то что мы сегодня делаем вот поэтому ну вот такой ответ спасибо майкл за короткую презентацию проекта который собственно и свел нас с вами благодаря ему мы сейчас и общаемся и имеем возможность общаться с нашими зрителями и задавать интересующие вопросы я думаю что в рамках канала мы я еще более обширно расскажу об этом проекте и если кто-то заинтересуется мы обязательно подключимся и будем взаимодействовать в рамках этого проекта для помощи именно конкретным людям ну а в свою очередь я хотел бы подвести итог нашей первой передачи и попросить вас буквально пару слов сказать из своего опыта для людей которые уже чувствуют что случается переход уже чувствует что нужно меняться но еще не перешагнули не смогли сделать первый шаг вот знаете вот из этого материального кокона и который поможет им вы знаете немножко встряхнуться от возможно вот но обычно люди в формате таком переживают значительный негатив и чуть пошире открыть глаза небольшое напутствие давайте мы будем давать и видеть хорошее вот это напутствие которое евгений меня попросил только что сделать тем людям которые слава богу еще нашем мире находится и тем которые могли бы себя ну как бы сохранить что ли целостность физической скажем структуры энергетической оболочки но первое главное надо очистить себя от негативных мыслей то есть выпало сорняки а потом уже начать садить какие-то цветы допустим вот подготовить почву для этого повторяю надо как минимум убрать у тебя не вот он пришел негатив а вы его прочь знаете как медитировать надо давайте мы не будем думать ни о чем ну давайте будем будем мыслить всегда будет приходить вы попробуйте очень редко кому удается 15 секунд побыть вообще без мысли 15 секунд то есть постоянно что-то приходит к нам а и какая рекомендация для медитирующих не гнать что самое интересное эти мысли она пришло и ушло то есть она мимо про вас пейзаж который мимо про вас проходит она не неприятно это ну значит когда-то вы делали то же самое вот только всего это зеркало правильно вам что-то неприятно ну значит мы берем да когда то делали но хорошо а что ж тут хорошего нет и вот тогда мы себя готовим к восприятию хорошей информации полезной информации которая будет входить если мы будем сравнивать плохо хорошо ну можно такой есть вариант только не нужно вот это рекомендация только и всего вот дальше мы допустим выпало ли это все сорняки мы подготовили эту почву а теперь нам надо все-таки менять правильно менять как надо менять если мы до сих пор не смогли поменять и нам уже там слава богу даже 30 лет а чем мы делали до 30 лет мы ничего не учились получается а ведь учиться мы должны начиная с 5 25 лет мы дурака валяли мы не учились ничего поэтому ну как всегда ничего не поздно никогда не поздно учиться поэтому мы должны учиться вот ну как всегда как всегда вопрос стоит у нас нет возможности но простите это ваша проблема наша проблема если у нас нет таких возможностей мы делаем все возможное люди приходят у нас нет возможности хорошо мы помогаем еще нету резерву потому что это миссия это не коммерческая структура вот но тем не менее мы помогаем принцип один отдавая мы получаем как мы можем брать знания объясните если мы не дадим начали ну мы же меняем закон давайте начали получил кто буду отдавать противоречия вот и все поэтому надо это иметь ввиду понимаете то есть дорогие друзья на этом пора заканчивать у нас была повторюсь презентационная программа куда мне пригласил евгений петров меня пригласил на канал в котором как бы я формально являюсь так сказать руководителем возможно все таки центра сангейс но тем не менее этот канал совершенно индивидуальный он независимый поэтому каждому человеку желающему заметьте желающему быть участником этого пожалуйста городов у нас много если у вас есть желание помогать другому человеку помогать людям чтобы чем больше нас тем меньше их этих самых темных да ну милости просим вы знаете как нас найти у нас есть электронная почта со мной просто общаться меня вот те кто смотрит в контактах и те кто смотрит здесь будет смотреть знает как найти поэтому я всегда готов и будем расширяться на пользу и на благо всех нас всего доброго спасибо большое за ваше участие в свою очередь для зрителей я хочу сказать подписывайтесь на канал мы будем готовить для вас новые передачи очень интересные свои контакты также будут в описании канала ну а напутствие от себя как от непосредственного участика я хочу сказать для всех если кто-то сейчас чувствует себя тяжело или чувствует очень много негатива вспомните одну простую вещь которая помогала однажды мне самое темное время ночи перед рассветом если сейчас вы чувствуете себя очень плохо значит рассвет будет вот-вот потерпите чуть-чуть всего доброго спасибо большое всего доброго встретимся на канале майкл до свидания